Добрый день! На предыдущей неделе мы с вами познакомились с играми в развернутой форме, описывающими последовательные стратегические взаимодействия, и научились их решать с помощью алгоритма обратной индукции. На этой неделе мы с вами проанализируем свойства решений, которые получаются с помощью такого алгоритма, а также поговорим о том, как связаны игры в развернутой форме и игры в нормальной форме. Давайте вернемся к примеру про Винни-Пуха, о котором мы говорили в прошлый раз. Мы выяснили, что между Винни-Пухом и Осликом и Айя было стратегическое взаимодействие, которое можно было представить в виде игры в развернутой форме. На ваших экранах сейчас приведено описание этой игры. Мы построили дерево игры, описали множество стратегий Винни-Пуха, описали множество возможных стратегий ИА и Айя. Напомню, что множество возможных стратегий Винни-Пуха состоит из двух стратегий. Ему принадлежит ход в одной вершине. В этой вершине у него два возможных действия. У ИА и Айя две вершины, в которых ему принадлежит ход. В каждой из этих вершин у него два возможных действия. Значит, всего у ИА и Айя четыре возможные стратегии. Мы обозначать эти стратегии будем парой букв. Первая буква будет соответствовать действию ИА и Айя в верхней вершине, в которой ему принадлежит ход. То есть, в том случае, если Винни-Пух съел мед. А вторая буква будет обозначать действие ИА и Айя в нижней вершине, в которой ему принадлежит ход. То есть, в том случае, если Винни-Пух принес полный горшочек с медом. Например, стратегия ПН будет обозначать такую стратегию ИА и Айя. В случае, если Винни-Пух принесет пустой горшочек, я приму этот подарок. А в случае, если Винни-Пух принесет полный горшочек, я его не приму. В общем случае, если мы сталкиваемся с игрой, в которой у игрока есть Н вершин, в которых ему принадлежит ход, стратегия игрока может быть закодирована указаниями, что делать в каждой из этих Н вершин. То есть, в общем случае, стратегия игрока может быть закодирована набором из Н вот таких вот букв, из Н действий. И теперь давайте попробуем сделать следующее. Мы знаем множество возможных стратегий каждого из игроков. Давайте запишем по горизонтали стратегии одного игрока, по вертикали стратегии другого игрока, и составим матрицу этой игры. То есть, на пересечении итой строчки и житого столбца укажем платежи, которые получают игроки, если первый игрок сыграет итую свою стратегию, а второй игрок сыграет житую свою стратегию. Итак, какие платежи, например, получат игроки, если сыграют профиль ННП. То есть, если Винни-Пух не будет есть мед, а Вослик и Ая будет играть такую стратегию. Не принимать подарок, если Винни-Пух съел мед, и принимать подарок, если Винни-Пух принес полный горшочек. В этом случае игра будет развиваться так. В начальной вершине, в которой ход принадлежит Винни-Пуху, он, смотрим на его стратегию, не будет есть мед. Значит, игра перейдет в нижнюю вершину. Здесь ход принадлежит Ослику и Ая. Мы смотрим на то, что предписывает стратегия Ослика и Ая делать ему в нижней вершине. У нас за нижнюю вершину отвечает вторая буква в его стратегии. Это буква П. Принимать подарок. Значит, в соответствии с этой стратегией в этом профиле Ослик и Ая примет этот подарок, и игра закончится в терминальной вершине, в которой игроки получают платежи 5 и 10 соответственно. То есть Винни-Пух получит 5 и Ая получит 10. Значит, мы можем поставить платежи равные 5 и 10 соответственно в профиле, в клетке матрицы, которая соответствует профилю ННП. Абсолютно аналогично заполняются все остальные ячейки матрицы. Мы, зная, какой профиль играют игроки, какие стратегии играет каждый из игроков, можем проанализировать, куда придет эта игра. Начинаем с первой вершины, знаем стратегию первого игрока, значит, знаем, куда попадем мы с первой вершины. Дальше смотрим на то, кому принадлежит ход в той вершине, в которую мы попали. Смотрим на стратегию того игрока, кому принадлежит в ней ход и так далее. Рано или поздно придем к терминальной вершине, получим платеж, соответственно, составим эту матрицу. Итак, матрицу составили. Но после того, как у нас составлена матрица игры, мы можем воспользоваться всеми концепциями, которые мы изучали до сих пор, когда изучали матричную запись игр в нормальной форме. Мы можем проанализировать, есть ли в этой игре доминирующие стратегии. Мы можем проанализировать, есть ли в этой игре равновесие Нэша. Давайте отметим оптимальные ответы каждого из игроков в ответ на стратегию другого игрока в этой игре. Итак, отметим точками лучшие ответы Винни-Пуха на фиксированную стратегию ИА-ИА, а звездочками отметим наилучшие ответы ИА-ИА на фиксированную стратегию Винни-Пуха. Наилучшие ответы обозначены на ваших экранах. Получается, что в этой игре есть три равновесия Нэша. Это профиль, в котором Винни-Пух ест мед, а Ослик ИА-ИА всегда принимает подарок, независимо от того, съел Винни-Пух мед или нет. Это профиль, в котором Винни-Пух ест мед, а Ослик ИА-ИА принимает подарок в случае, если ему достается пустой горшочек и не принимает подарок в случае, если ему достается полный горшочек. И, наконец, третий профиль, в котором Винни-Пух не ест мед, а ИА-ИА принимает подарок только в случае, если ему достается полный горшочек. Итак, в этой игре есть три равновесия Нэша. В каждом из них каждый игрок играет оптимально в ответ на фиксированную стратегию другого игрока.